Сколько раз в неделю менять в гостиничном номере простыни, что подавать на завтрак и где встречать заселяющихся в номера постояльцев отеля, Кульбике Тургунбаева знает, наверное, лучше всех в нашей области. В Центре экспертизы и сертификации Кульбике Николаевна работает уже 17 лет. Из них шесть занимаются сертификацией гостиниц. У каждой звезды свои требования. Сколько бы звезд не заявляли в своих прайсах шимкенские отели, пятизвездочных среди них нет, утверждает специалист. А сертификат, подтверждающий свой статус, в этом году вообще получили только две гостиницы из более чем трех десятков. Кема у нас постоянно берет. И гостиницы, которые недавно открылись, в прошлом году, они взяли сертификат соответствия. Ну там много требований. Целых несколько, тут целый стандарт. Если вот этим по нормативным документам они будут соответствовать, только в таком случае уже подтверждение звезд идет. Какая гостиница претендует на три звезды, на четыре, на пять звезды. Может даже и без звезд просто гостиница быть. Вот поэтому даже некоторые претендуют, например, на три, а у них не соответствует. На три просто гостиница бывает. Вот, например, Кема у нас просто гостиница. Нет, без звезд даже. Поверить в то, что за обшарпанным фасадом туристов могут ждать райские кущи и качественные услуги, сложно. Понятно, что солидный человек в такой гостинице селиться не захочет. Сертификат соответствия гостинице нужен не только для подтверждения собственной значимости владельца и имиджа, но и для привлечения клиентов. Ведь международный сертификат для туристов, особенно иностранных, гарантия безопасности и высокого сервиса, говорят специалисты. Впрочем, помимо сертификата, шемкентским гостиницам, чтобы туристы хвалили их в своих странах, нужно еще и цены пересмотреть. К примеру, в центре Нью-Йорка, на Манхэттене, вот я жил, 100 долларов в день стоит. Но это центр Нью-Йорка, это Манхэттен, где земля, как говорится, на вес золота. А у нас такие цены в Шемкенте. Есть дороже гораздо. То есть это уже иностранцев не устраивает. Они бы хотели долларов за 50, за 70 в сутки, но при этом, чтобы были нормальные условия. А у нас то, что предлагается, скажем, за 50, это, как правило, их уже не устраивает, потому что это уже не международные стандарты. В сфере туризма все взаимосвязано. Гостиницы – это лишь малая часть инфраструктуры, которую необходимо развивать. А для развития требуется вкладывать деньги, если мы хотим получить от туризма прибыль. Ирина Притула, Бахадыр Тажибаев, Талгат Примкулов, информационная служба, телекомпания «Отерар».